Друзья, всем привет! Как и говорила я в прошлом видео, сегодня мы поговорим с вами про простые настройки принципов питания, которые можно абсолютно комфортно интегрировать в вашу ежедневную рутину. Итак, правило номер один. Первое. Всегда окружайте себя приятными людьми в тот момент, когда вы ужинаете, завтракаете, либо обедаете. Это время, которое вы проведете со своими близкими людьми, оно бесценно. И более того, вы получите определенное наслаждение о том, что употребляете пищу в хорошей компании. Очень важно уделять внимание длительности приема пищи. Он не должен составлять менее 15-20 минут, ведь именно это количество времени как раз достаточно для сознательного потребления пищи. Что касается ужина, рекомендуется за 3-4 часа до сна осуществить последний прием пищи. Идеальное время не позже 20.00. Что касается калорийности ужина, то он должен быть где-то 20-30% от вашего дневного рациона. Потому что на ночь необходимо все-таки свой организм не перегружать тяжелой пищей. Если вы хотите в течение дня перекусить, сделайте это чистыми перекусами. Это может быть чаепитие, выпить чашку кофе, пить достаточное количество воды для того, чтобы не скатываться в историю эмоционального голода, о котором мы говорили в наших предыдущих видео. И еще один лайфхак от нас – это как раз тот прием, который поможет вам запустить качественный метаболизм вашего организма и почувствовать определенную легкость в вашем теле. Это дни голодания, когда 8 часов в течение дня у вас отведены на прием пищи, а 16 часов для голода. Можно очень легко этим управляться. Если вы, например, в 9 часов позавтракали и закончили последний прием пищи около 6 часов вечера, то как раз время оставшееся у вас уйдет на голод. Если вам будет в первый раз достаточно тяжело переживать эту голодовку, то вы можете подстраховаться в виде зеленого чая, в виде воды. И иногда даже можно сделать себе протеиновый коктейль. У нас есть в портфолио прекрасные продукты Natural Balance, которые у нас низкокалорийны и отвечают требованиям здорового перекуса. Еще один интересный принцип питания, который помогает вам тоже чувствовать себя и легче, чувствовать себя хорошо, это устраивает два постных дня в неделю. Например, о чем я говорю? Это когда вы исключаете животные белки из своего рациона и заменяете их либо на морепродукты, либо на белки растительного происхождения. И помним про то, что 70-80% от ваших калорий, которые вы употребляете в течение дня, они должны приходиться обязательно на завтрак и на обед. На ужин всего лишь 20, максимум 30% от калорий. Дайте возможность отдохнуть вашему организму ночью. И, наверное, самое простое заключение про принципы питания. Сделайте определенную паузу перед едой. Я думаю, что все сталкивались с тем, когда вы голодны и перед приготовлением пищи, либо когда вы ее разогреваете, вы стараетесь взять максимальное количество кусочков, попробовать, и когда вы садитесь за стол, вы уже немного сыты. Поэтому делайте паузу, окружайте себя приятными людьми, красиво сервируйте стол и наслаждайтесь приемом пищи, потому что качественная и правильная еда – это тоже определенный источник наслаждения и поддержки вашего организма. Поговорив о принципах питания, я хочу немного уделить буквально несколько минут о том, какие продукты не то чтобы вредители нашего рациона, но в то же время желательно их исключить из своего рациона питания, либо видоизменить, либо трансформировать их в более полезную пищу. Итак, погнали! Желательно минимизировать, а лучше отказаться от сахаросодержащих газированных напитков и пакетирных соков. Действительно, в них очень большое количество сахара и неполезных углеводов, которые как раз влияют на избыточную массу тела. Что нужно сделать и вообще как к этому прийти? Я бы рекомендовала, конечно же, больше пить теплой воды. Если вам сложно пить просто чистую воду, добавьте туда мяту, добавьте лимон. Вода станет более приятной, более вкусной. И, конечно же, используйте свежевыжатые фреши, но сильно не злоупотребляйте, потому что, как мы знаем, что в овощах и фруктах тоже существует достаточное количество сахара. Второй продукт, от которого лучше отказаться, это как раз неправильный белый сдобный хлеб. Но исключать вообще хлеб из своего рациона – это не совсем верно, потому что цельнозерновой и хлеб со трубями, он не только полезен, но еще и способствует снижению веса и очищению организма. Третий продукт, который желательно исключить из своего рациона, а лучше заменить его на правильные продукты – это чипсы и снеки, которые произведены в промышленных масштабах. Чем же их заменить, вы спросите? Во-первых, можно делать чипсы дома. Это могут быть из фруктов, из овощей. И даже есть классные рецепты, как сделать мясные чипсы в домашних условиях. Об этом будет в следующем видео. Четвертый продукт – отказаться от сладких хлопьев. Мы часто, конечно же, покупаем на завтраки сладкие хлопья. Это может быть завтрак для детей, либо завтрак на бегу для нас самих. Но лучше всего обратить свое внимание на полезные продукты, а именно каши, которые обладают полезной углеводной ценностью и достаточным количеством клетчатки, которая благотворно влияет на наш организм и очень хорошо усваивается. Пятый продукт, который тоже лучше минимизировать, либо изменить его в вашем рационе – это конфеты. Лучше всего использовать в своем рационе, если вы хотите чего-то сладкого – это вкусные фрукты. Или кусочек горького шоколада, который очень хорошо усваивается организмом и, более того, поднимает настроение. Ну и, конечно же, закончу перечень продуктов, которые лучше всего изменить в своем рационе – это сахар. Лучше всего поменять это либо на мед, либо на фруктозу, на фрукты. То, что вы можете использовать в рамках приготовления своих блюд. Лучше не добавлять сахар в чай и кофе для того, чтобы ощутить истинный вкус этих прекрасных напитков. И что хочу я сказать в заключении. Если вы будете соблюдать эти простые рекомендации по принципам питания, гарантированно со временем вы действительно выработаете себе правильный, режимный и системный подход к тому, как правильно нужно питаться, а это залог вашего прекрасного самочувствия и достижения поставленных целей. Поэтому оставайтесь с нами, будьте здоровы, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!